Девочки абсолютно социально неадаптированные, все должны знать, что она удачно вышла замуж Я всегда мечтала, чтобы у меня была большая семья Муж-сирота — это просто мой идеал мужчины Это борьба, это выживание, это нужно сожрать по дороге будет еще 30 самок 30 золушек, поверьте, все места красные бабы уже давно заняли Интересно, кто у Оли будет следующий муж Всем привет, наши дорогие, меня зовут Ольга Чивыкина Это Рада Русских, и вы смотрите наш канал Ключи, любви к себе В правилах новой реальности мы продолжаем смотреть наши видео на ютюбе И в этот момент, когда какие-то технические сбои есть, особенно важны ваши подписки, ваши лайки-реакции, ваши комментарии И, конечно, ваши рекомендации, которые, например, вы в сторис можете публиковать с призывом посмотреть наши выпуски Это очень поддержит всю нашу команду Давайте обмениваться вот такими взаимными комплиментами Мы делаем для вас комплиментарно, безоплатно, классный контент Ой, сегодня у нас супергорячая тема Я хочу замуж называется И подстрочник, что это на самом деле значит Будем в этом разбираться, поэтому присоединяйтесь к просмотру Вот, это наш комплимент вам Ну а ваш комплимент нам, это ваш лайк, ваша подписка, ваши комментарии и рекомендация подружкам посмотреть этот выпуск Дорогая, привет! Итак, я хочу замуж Очень часто девчонки эту фразу вербализируют, не стесняясь этого желания Остальная часть девчонок не признается в основном, но тоже хочет И мы сегодня решили поговорить о том, что же это значит на разных уровнях Как всегда, опираться будем на спиральную изданинку Тема настолько острая, что я последние 10 минут ищу какую-то супернеформальную позу Чтобы разрядить обстановку Мы уже драны Мы надели самые объемные кардиганы, чтобы никто не волновался Да, все милых жизнерадостных цветов Драна Максимально неформальная Максимально неформальная, да, чтобы и так не накалять Потому что, правда, тема в обществе до сих пор звенящая Может, мы никогда вообще из нее не изыдем Да Все хором, да Ну, это вечная база Но, вообще-то, когда мы пытались нащупать тему И прозвучала эта формулировка Я, как человек, который давно вообще все там сквозь призму спиральной динамики На всякий случай просматриваю, чтобы чекнуть Я обычно в ступор встаю в такие моменты, типа А что вы у меня сейчас спросили? Да, что вы имеете в виду? Да, что вы имеете в виду? Потому что мы все используем одинаковые слова Часто конструкции фраз похожи Но вот этот тонный смысл, который за ними шлейфом тянется В виде мотива Да, зачем ты спросил? Почему? Что тебя там к этому вопросу привело? Они настолько разные, что, ну, нету единого же ответа И давайте уже как-то всех в ту сторону двигаться Что мир неоднородный, мы в разных периодах Мы все не одинаковые И нет истины в последней инстанции Есть просто бесконечно видоизменяющаяся правда для каждого Просто эта правда всё, она видоизменяется Но, тем не менее, это всё правда И фраза у нас будет везде одинаковой Да, и мы постараемся её так быстро пробежать Чтобы чуть-чуть снять, может быть, со зрителя Количество боли и напряжения Количество боли и напряжения И вот неудовлетворённости от того Что тебя в этом замуже сейчас нет Или даже вообще не было Потому что в этом действительно много травмы Много страданий И общество подпитывает эту идею Если более прогрессивная часть аудитории И даже тех, с кем вы общаетесь в повседневной жизни Уже как-то подопустила То у нас всегда есть мамы-бабушки Какие-то старшие родственники Старший круг общения Которые продолжают на этом настаивать И девчонки переживают Вот и мы решили по спиральной динамике Поговорить об этом Что же одна и та же формулировка Обозначает для нас всех таких разных Находящихся на разных уровнях Но мы тоже помним, что всё не константа Сегодня мы на этом, завтра на том Это просто период Конечно, это просто период Мы по ним путешествуем Более того, бывают периоды с проростками С вкраплениями, с жилками других цветов И это тоже окей Но нужно определить, что доминирует сейчас в вас Вот какая пульсация какого периода По порядку начнём? С бежевого замужа Да, у нас каждый выпуск микрокурс Мне кажется, я точно не встречала Таких жирных каналов Которые отдают столько качественного Структурного материала В каждом выпуске То есть это не внутри одного сериала Или одного сезона по ключам А просто в каждой серии Жирнейший смысл Абсолютно так Абсолютно так Но это будет суперзелёный выпуск Потому что мы всё-таки через смысл Хотим снять общественную боль И это очень зелёная тема и идея Поэтому постараемся жирно Что бежевый? Бежевый замуж То есть если бежевая девочка говорит Я хочу замуж Что это значит? Я думаю, ты уже можешь в принципе рассказывать Как бы ты сформулировала? Ну, если бежевая девочка Точнее, может даже не так Потому что вы можете условно не понимать Что вы бежевая То есть если вы для себя идею Я хочу замуж Формулируете как Найти более сильного представителя Человеческой расы Который обеспечит вам безопасность Крышу над головой Постоянную еду Проездной на общественный транспорт Или другие способы перемещения в пространстве В потенциале будет готов с вами Родить одного или двух новых человеков Заботиться о том В какую школу они пойдут и так далее Это значит, что вы бежевая девочка Которая ходит замуж Да, будем честными Это звучит как Я хочу поменять одного родителя на другого Да, и я хочу поменять одного отца на другого отца Но просто девчонки так для себя это не формулируют Ну, да Хотелось бы, чтобы такие тоже Чтобы они протрезвели И так, да Знаешь, я часто читаю комменты Вообще-то под нашими выпусками И я вижу, что там многие признаются нам В том, что они себя опознали И это было для них сюрпризом Но они способны на это То есть они не избегают правды Если им всё так понятно объяснить То они способны рассмотреть и даже в этом признаться И часто их замуж равно просто Что мне нужна другая родительская фигура Да С которой у тебя ещё и будут сексуальные отношения Получается, да Вот ты в семье, внутри семьи была Папа содержал, был тылом, опорой, основой Пожалуйста Ну, это очень легко объяснимо Потому что у неё, в принципе, и примеров не было других То есть вот она росла маленькая девочка Да, её родили в семье Вот она изучила хорошо мамину фигуру Она изучила хорошо папину Да, и всех, кто был там в её радиусе доступа Вот это окружающая реальность, да, контекст Так она какого должна мужчину искать? Ну, у неё не сказать, что там ещё куча вариантов Получить как-то эту инфу И она вынуждена пользоваться этой инфой Что я хочу замуж равно, что вот кого-то, кто Вот как отец Да, только фигура в семье Да, мой И часто у неё же ещё сознания даже не хватает Отличить, что мамины отношения с папой Сильно отличались от моих отношений с папой Она разницы не видит пока что Потому что она ещё, правда, ребёнок И ей кажется, что я хочу замуж Это что вот У мамы же был папа То есть дети же часто, правда, не понимают Что это абсолютно разный тип отношений У мамы был свой папа Так, теперь мне нужно нового Более того, я про себя скажу Я этого никогда не скрываю Девчонки, когда растут Я так и формулировала Я хочу замуж за папу То есть сначала, когда ты маленькая Ты так и говоришь замуж за папу А потом ты понимаешь, а нет, за ним же мама замужем За такого, как папа У тебя меняется формулировка всего И дальше можно не прогрессировать Это абсолютно рабочая, нормальная, предсказуемая такая модель Вот Ну, я достаточно рано это осознала Лет в 15 Сказала маме и папе, что Ты классный папа Не дай бог Такого мужа К моему характеру К моим потребностям Что папа идеальный муж для мамы Конечно, у них там скоро золотая свадьба И всё такое Я хочу замуж за папу Потом за такого, как папу Вот она формулировка Да, правда, это Ну, ситуация просто Недостатка информации Недостатка примеров Я считаю, что очень классно Например, если вдруг вы кого-то растите Показывать кого-то вне семьи Чтобы когда ребёнок подрос до совершеннолетия Он уже был более-менее социально адаптированный Что усуществует разнообразие Да Часто родители так сильно оккупируют ребёнка Особенно девочек очень от всего оберегают Что, например, мальчики социально адаптированные Гораздо больше 18-летия, чем девочки Девочки абсолютно социально не адаптированные Я бы сказала, у девочек больше запретов в детстве Потому что их безопасность очень Их там честь и достоинство чтут Их прямо гиперопекают часто И у них много вот этих запретов На какие-то коммуникации Парням никогда эти запреты не ставят Чем раньше он начинает свою там Какую-то вообще любовную жизнь Тем лучше И мальчики часто, например, на выходе к 18 годам Более адекватные чуть-чуть в этом плане И у девочки просто вот эта вот колея Безвыходная Что, ну, я не знаю, как по-другому Или я хочу вырваться из этих отношений Или мне кажется, что это так же классно Повторить то, что мои родители сделали Но здесь что? Нужно просто узнать, какие другие бывают Да, я хочу замуж И может быть, то, что мы сейчас этот кусочек Инфоид дадим Он начнет как-то обрастать Каким-то жизненным опытом Или примерами В общем, его можно нажить этот опыт Просто нужны подсказки, я бы сказала И второй уровень у нас Это фиолетовые И это уровень, на котором обычно все почему-то путают Что если у человека, в принципе, есть семья Значит, он фиолетовый Нет Я всегда говорю в любом курсе Нет, это не то же самое Семьи абсолютно разные Да, вот только что мы пример бежевой семьи описали А фиолетовая, это, я бы сказала, просто эталонно со стороны Выглядит как семья, 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 семья Вот это настоящее семья Да, это когда есть родители, родители, родители Люди, дяди, дедушки двоюродные Все туда входят Клановость такая разветвлённая очень И часто даже это с обеих сторон происходит Что и у меня Да, у меня есть там 300 родственников У него есть 300 родственников И вот фиолетовая я хочу замуж Означает, что я хочу в клан Я хочу или в твой клан Или ты заходи в мой клан Но в любом случае замуж Это про объединение огромного количества людей В очень плотную связку И нужно это понимать Что на фиолетовом уровне Если кто-то говорит, я хочу замуж Там сразу табор где-то уже, знаешь, бубнами Звенит в воздухе У фиолетовой девочки, например, я хочу замуж Не равно, что мне нужен вот Он один? Мой, да, любимый Моя половинка Он один, мой любимый, моя опора Мой социальный пакет На бежевом уровне, пожалуйста Он может быть один и так далее Да, он может быть один без какого-то там Супер-бэкграунда А здесь вот эта тыловая история Про футбольную команду Да, и очень часто такая фраза звучит Я от наших зрительниц, когда на площадку Девчонки приходят сниматься, много раз слышала Я всегда мечтала, чтобы у меня была большая семья Да, вот это чисто фиолетово Если ваша фраза Значит, это фиолетово Я хочу замуж Тоже И ещё раз Мы много раз говорили Что вообще нет плохих уровней Нет каких-то низших уровней Спиральная динамика Это про уровень Ментальной и психологической зрелости Развития личности Только и всего Более того Мы все прогрессируем Мы все с уровня на уровень Переходим Миксуем их Диффузия происходит Поэтому всё со всеми в порядке Вот эта классная фраза Я всегда мечтала, чтобы у меня была большая семья Супер, фиолетово замуж Да И фильмы про это снимаются Как раз вот это вот Да, там «Моя большая греческая свадьба» И так далее Вот если вы хотите героиней этого кино оказаться Значит, у вас Ну, это очень Это же обширная Конечно Достаточно, да Прослойка Да, обширная прослойка И я вот, например Всем сейчас может показаться Да, наверное, все так хотят Нет, девочки, если вы фиолетово Не значит, что все другие тоже фиолетово В моей формулировке Было Я хочу мужа-сироту Это моя мечта Муж-сирота Это просто мой идеал мужчины У него нет никаких родственников Вообще Ничего чужое мнение В наши отношения не входит Мне не нужно будет с ними знакомиться Ходить к ним на день рождения Простраивать коммуникацию Я, наконец-то, избегу вот этого кошмара Когда первое знакомство С новыми родителями нового мужа Вот И вообще, как бы Поскольку я Ну, как-то очень так обособленно Да, от своей семьи росла Мне, конечно, хочется Кого-то для себя понятного По смыслу и подходящего И, например, в моей формулировке Никогда это не звучало А многим, кто сейчас там Им кажется, что так у всех нет Мы все разные Нет Это пора начать изучать Потому что Если мы все разные Значит, у нас и коммуникация Отличается И формулировки отличаются И то, что мы за этими Конструкциями слов Несём Сильно отличается И здесь, правда, нужно Гораздо глубже нам в обществе Начать друг с другом Коммуницировать Потому что все конфликты В мире Потому что люди не знают Спиральную динамику Да, кстати, ещё одна фраза Которая тоже вам поможет Себя опознать Именно на этой веточке Именно этот замуж И именно этих мужчин Которые ценят то же самое Это когда вот большой дом Родовое семейное гнездо И туда все приезжают Все 33 поколения И когда на соседней участке Покупают Тут родительский дом Тут наш дом Тут наши дети будут жить У меня такие знакомые есть С перспективой берут участки И потом дальше Мы с тобой часто говорим Про трагедии Которые возникают Когда пустуют Вот эти вот На 1200 квадратов Дом Потому что никому больше Кроме тебя Это оказалось не нужно А ты построил Ещё из кирпича Чтоб навеки То есть это Во всех смыслах Несовременная конструкция Тебе говорят Бать, ты чё Кому это вообще махина нужна Нахрен Ну потому что У детей А тем более у внуков Совершенно другие интересы И у человека Крах всей системы ценностей Происходит Мы вот туда не хотим И кстати Когда я например Про дом тоже рассуждала Ты знаешь Я очень люблю своих родителей У меня с ними Очень искренне Проникновенные Такие отношения Но я когда Строила дом Я представляла Как огромная Череда Друзей Разных людей Сменяющих друг друга Будут внутри этого дома Это не про то Что все бабушки Дедушки Троюродные И двоюродные Туда съехались Ни в коем случае Это собственно Так и эксплуатируется И сейчас Вот я там Подружке отдаю ключи Ей там надо где-то пожить Вот она будет жить В этом доме Это никакое не родовое гнездо И я отдаю себе отчет Что мой сын Которому там сейчас нравится Бывать Может быть один Туда никогда не приедет И без всяких иллюзий Поэтому вот по тому Как вы условно Мечтаете о доме И как он будет использоваться Ну там еще такое Это знаешь Минутка черного юмора Если мы про Фиолетовых То у них еще гектар На кладбище Выкуплено Чтобы все Точно рядышком Остались еще В том мире Вместе Ну фамильный склеп Ну Без всяких шуток Обязательно Да Так Они же уверены Что они вообще До конца жизни Все Никто Никак-то Ни с кем Не разойдется Потому что там Это неприемлемо И вот У Фиолетовых Когда они говорят Я хочу замуж Это часто Равно навсегда Если ты туда зашел И трагедия возникает Если не навсегда Все Крах Опять все Да То есть там прям Вот это знаешь Звездочка Навсегда В скобочках Навсегда Я хочу замуж Точка Навсегда Навсегда Да Вот И да Здесь нужно учитывать Потому что Я думаю Что все-таки Максимальное количество Конфликтов Даже знаешь Там две девушки Подружки Пытаются обсудить Какую-то вот такую Бытовую тему И все Начинается срач Вот они поссорились Разошлись Во взглядах Ну конечно Разошлись У нас у всех Разные периоды Разные взгляды И вот без понимания Да Спиралки Ну а как ты можешь Мирно с подружкой Обсудить такую Острую тему Вот вам обеим По 30 У вас там ни разу Не случилось И вы уже там В степени накалки И начинаете Друг на друга Этот накал Знаешь там Изливать А по факту У вас вообще Может абсолютно Разные вот эти Переводы Конечно И я уверена Что после этого Выпуска Вы начнете Сожалеть О том Что когда-то С кем-то Зря абсолютно Посрались На эту тему Да Или одна такая Девчонка У них гостевой брак Они что там Тусят Тут съехались Тут разъехались Тут там пожили Тут здесь пожили Она говорит Да как так Да вы что Не по-человечески Вы что Не поженитесь По-нормальному Ты-ты-ты Да сколько лет Я тебе говорю Пожалуйста Как с добрым утром Тоже такие примеры Знаю Да я тебя никогда Не понимала Я вообще Все ждала Что ты одумаешься А ты так и не одумалась А еще самое страшное Это попросить совета У подружки Которая Не из твоего уровня Да Не из твоего цвета Это жесть вообще Не ну в принципе Та которая тебя там На один уровень Да где-то обходит Она уже с мудростью С пониманием У нее уже более широкий Где-то Да Но если ты девочка С того уровня То она тебя просто Будет неистово тащить Иди ко мне Ко мне Ну как Дружить же проще Когда у вас Это как у подружки Моей подружки Моя подруга Она много лет Дружила с девчонкой И в период ее развода Когда она ей Оказывала психологическую помощь И поддержку То есть она два года Ее вот эти вот сопли Там выслушивала Помогала как могла Потом она просто Прекратилась с ней общение Потому что это невозможно Эту бежевую Истерирующую Женщину Было выдерживать Это уже стало сказываться На ее жизни На ее психологическом здоровье Потому что вот это вот Желание поддержать человека С другой ветки Но это не работает Она же не слышит ничего У нее другая картина мира И они не общаются Уже несколько лет И правильно Да, конечно Потому что ее бежевый развод Ее абсолютно Расхерачило, размазало Она перестала что-либо Понимать в этом мире Потому что она ни дня не работала Ну в смысле там были Какие-то работы Ну конечно Это перманентная истерика С утра до вечера Это вот многочасовые разговоры И потом ты меня не любишь Ты не понимаешь Ну там все Это прямо разрушает Не только семьи Это разрушает Вот такие дружеские связи Все проблемы в обществе Сводятся у меня Последние шесть лет К одному выводу Если люди не знают Спиральную динамику Мы ни к чему хорошему В мире Не придем Ни в одной сфере Просто невозможно Вот Идеальные подводки К тому Чтобы сказать Что сын Клянусь Да мы не собираемся Ничего в этом выпуске продавать Мы сидели на планерке И обсуждали Какие есть важные На наш взгляд Темы Не обсужденные Не популярные Потому что мы сейчас Формируем Вот этот рынок смыслов Его нет Потому что он не выгодный Никому Потому что На ваших конфликтах Строится гигантское Количество индустрий Все Примерно все Да И если вдруг Вы поймете Как этих конфликтов Избегать Ну Специалисты Помогающих профессий Окажутся без работы Многие Поэтому супер Такая Непопулярная Тема Но Тем не менее На этом канале Вы точно можете Следить за тем Как она развивается Да нет Что ты Для помогающих У меня очень много студентов Именно из помогающей ниши Для них Это просто Мана небесная Потому что Им же тоже Очень больно работать Ну конечно Я шучу Задачи другого уровня Начнутся Они же хотят Понимаешь Человечка Правда Там вглубь В личность Там в развитие А вот они Блин 20 лет И их детские проблемы Ну вот и ты говоришь Про хороших специалистов Которые Ну как бы С которыми я уже Привыкла Да Другого уровня Уже тоже А люди Которые пародитируют На травмах Широкой аудитории Вот у них Припечет одно место Давайте же сделаем вклад В этот Ссылка На базовый курс По спиральной динамике В описании к этому видео Есть QR-код Также на вашем экране Если удобно Переходите На паузу поставили Перешли Если с телека Или с ноутбука Смотрите Купили Вернулись К просмотру видео Так это и работает Потом в комментариях Кто проходил спиралку Напишите Пожалуйста Поделитесь Вскройте Наконец-то Карты Не нужно быть жадными Это как Есть Те Кто я не скажу Где кофточку купила А то не дай бог Еще у кого-нибудь будет И все станут Такими же красивыми Как я Это не тот случай Тут нужно обязательно поделиться Поэтому базовый курс Спиральной динамики Конечно вам в помощь И он не привязан Никакому запуску В любой момент В любую секунду Вот сейчас Когда вы это смотрите Можете его купить И сразу по окончании Этого выпуска Начать проходить Восторгнет Просто невероятно Запоем Как сериал хороший Смотрят люди Всю ночь до утра Вот с такими красными глазами Такие боже мой Как я жила до этого Вот будет ваша первая мысль Следующие замужи Да Красные замужи Красные замуж Но я бы начала с того Что все-таки это про крутости Про понты Что я классная Как и все красные Я крутая Я достойная Да Они же такие очень манифестирующие И им очень важно себя Вот в обществе Застолбить И занимать важное пространство У меня оно во-первых есть Да То есть я его занимаю Она не хочет прям совсем там Раствориться в какой-то толпе людей Да и сырники Там до конца жизни Жарит по утрам Но ей хочется Вот чего-то уже Статусного Крутого Чтобы общество Поняло Что она лучше Чем большинство Как минимум Ну или она Лучше чем Ее одноклассницы Одногруппницы Одно Рабочане Односельчане Одногорочане Короче От конечно степени Крутости и красности Будет зависеть масштаб Круче кого она должна быть То есть Если она там конкурирует С одноклассницами То у нее должен быть просто Замуж покруче чем у них Да Ну то есть он или побогаче Ну это Это те кто Да Вот ну Лучший парень в школе Лучший мальчик из параллели Вот все Да И как бы Это вот цель Да Что он может быть побогаче Да Чем у подруг Может быть Статусник какой-то заметный Может быть Там у него какая-то Звездность легкая есть Какой-нибудь супер чемпион Там почему-нибудь Они же Там же очень много Спортивного еще Конечно Да Ну тут визуал большое значение Он может быть самый модный Ну то есть Прямо вот все Ну то есть да Что-то самое Чтобы они вот такими Немножечко эпицентровыми Смотрелись Да Да Ей нужен такой Все равно на Фоксе Замуж Да То есть Ей замуж Чтобы типа была Быть семья Уют Нет Недостаточно Да Замуж Чтобы вот раствориться В этой его огромной Толпе родни Тоже Ну такое Типа Очень сомнение Знаешь как это Сейчас начинает Сомнительно Как бы И не окей Кстати Да Вообще сомнительно И не окей То есть Вот там бы эта фраза Не прозвучала Сомнительно Но окей Потому что они никогда Не согласятся На какой-то Средничок Конечно Это формулировка Прям Только Показывает антипод Только роскошь бутиков Да Там нужно что-то Вот за что Можно зацепиться К глазу Постороннего зрителя То есть Я хочу замуж В ее исполнении Говорит о том Что Это такой Трофейный замуж Получается По свадебным церемониям То есть Понятно Самая крутая Это самая крутая Церемония Они убьются За эти фотки Которые нужно выложить Чтобы это было просто Понятно От возможности зависит Но это Давай это будет Остров Это все должно быть Это самый большой бриллиант Это самый большой бриллиант Это самый большой диско-шар Значит все это Это артистов Позвать Чтобы со всеми сфоткаться То есть Это нужно манифестировать Заявить Везде застолбить Это купить колонку В светской хронике Важно Это важно Это вам не шубочки Это общественный акт Да Никакая-то не тайная свадьба Поженили Сели на самолет Улетели Нет Ни в коем случае Это событие века Конечно Да Все должны знать Что она Удачно Вышла замуж Да Вот что То есть Там уже знаешь Поиск усложняется Угу Да То есть В этот момент Уже в принципе Поиск сильно сокращается Да Это с одной стороны Ну понятно Что красные свадьбы И красные церемонии Мы можем увидеть На любой чек Так скажем Пожалуйста Не будут стоять Пластмассовые там Цветы в вазах Но это будут Вот такие вазоны В стиле Людовика 14 Условно Самый большой Бант на жопу Свадебного платья Значит мы прицепим Вот все с приставкой Самое Насколько это возможно Позволить Вот при том достатке Который есть Трофейный замуж Вот если Такие мечты Да Это трофейный красный Замуж Синий замуж Да Синий я хочу замуж Ну это означает Что я уже Ищу человека Здесь начинается Про человека То есть Ей уже Важны его качества Начинаются важны То есть Это еще не Суперпортрет Да Второй половинки Но все же Она уже понимает Что Каких характеристик Ой это очень важно Эта вещь сказала Просто хочу на ней Сакцентировать Чтобы девчонки Не пропустили Потому что много информации Вот это первый уровень Где я хочу человека Потому что на бежевом Это я хочу безопасность Это я хочу социальный пакет Любой квазимода С любым набором Вообще Внутренних данных То есть там Ничего не имеет значения Имеет значение Условно Соцпакет А в фиолетовом уровне Имеет значение Клан Семья Общность То есть Он сам по себе Может быть вообще Жидкий йогурт Ну есть там хорошая мама Крепкий папа Ты проникаешь туда Это подходит Красный замуж Там тоже личность Человека не интересует Просто статус Статус Вот эти внешние обвесы На синем уровне Ищут уже людей Ну так скажем По ценностным качествам Ну уже какие-то Да Его личные качества Характер Рассматриваются Там Какие-то привычки Да Взгляды Ну социальные составляющие Да Уже важны И знаешь Есть прикольная еще разница Между девчонками Бежевыми И красными Бежевые Когда знаешь Слушают истории Про Золушку Типа Вышла замуж За богатого Вот это типа Повезло То есть для них Это самая-самая-самая Заветная мечта Повезло Удачно вышла замуж Красная Там такого нет Только за богатого Да Да В смысле В смысле В смысле не за богатого В смысле повезло Я других просто не рассматриваю Понимаешь То есть если ты сейчас Не богатый Выход там Это все равно Очень циничное Да Вот эти все как бы Вот хотят Чтоб повезло с родителем А эти просто Цинично охотятся Да То есть она прекрасно знает Что она хочет жизни И он Подтверждение того Что она на это Вообще способна И она Вообще-то умна Да Как минимум И кстати Вот слово повезло Для бежевых Это значит Вот такая случайность Как-то может приключиться Красная знает Что это битва Это борьба Это выживание Это нужно сожрать По дороге будет Еще 30 самок 30 золушек 30 золушек Как минимум Отстрелять Всех в округе И так далее В смысле повезло Она все знаешь Я своими руками Сейчас и титями Там все Проложу сделаю Там никаких иллюзий Что это повезло Это работа И я в эту работу Вкладываюсь От зари до зари Ну там конечно Девки очень опасны Я вот с ними Бы не стала Вступать Да-да Только поэтому Я как раз Замуж не хочу Там очень Просто хребет Переломен Через коленку Вообще не заметят Нет-нет Это очень небезопасно Ну в принципе Учитывая Что плюс-минус Все женщины Если собрать Какой-то образ мужчины По своей глупости Стремятся К одному и тому же идеалу Поверьте Все места Красные бабы Уже давно заняли Да Вы можете даже не пытаться Потому что они вас убьют Сожрут Закажут Закопают Да И там пошли вот эти все Там привороты Все вот эти вот штуки Там просто армия работает То есть она одна Никогда не будет работать Там такой бэкграунд У нее там сыщики проплачены Здесь у нее Кто-то в СМИ Тут у нее кто-то тут И у нее как бы знаешь Все очень Это профессиональная сетка Да-да-да-да И просто мы с тобой говорили Что например Красным парням Могут понравиться Бежевые приятные девочки Не дай бог Уже какая-то есть Самка богомола Которая на него нацелилась Или она его женщина А он вдруг там отвлекся Ее просто растопчут Размазут Просто будет мокрое место Останется И вообще Ими никто не вспомнит Поэтому Прямо девчонки Осторожней Вот кстати В базовом курсе Про спиральную динамику У нас этого нет Но у нас есть новый продукт Который называется Как понравиться мужчине И как продолжить Ему нравится И там мы на каждый уровень Обозначаем Не только его Такие цели в долгу Его ценности Какие вообще есть парни За что они ценят Соответственно Как ему можно понравиться Как можно Долгие отношения С ним простроить Но там же мы говорим Еще про опасности Про опасности Выбрать не того Направить свои усилия Чтобы понравиться Не тому И потом получить Сломанную жизнь И это Очень важный Такой социальный аспект Вот этого нового продукта Если вы уже С классической Спиральной динамикой Благодаря нашему курсу Знакомы И первая ссылка Для вас не актуальна То вторая ссылка Как понравиться мужчине И как продолжить Ему нравится Как раз про это И в том числе Про опасности Которые есть При выборе не того То конечно Я всю жизнь Буду вспоминать Мой суперинцидент Вон баре Когда я приглянулась Одному местному Олигарху Я просто вообще Стояла где-то За баром Нам прислали Дорогущее шампанское А через пять минут Мне уже выломали руки И просто Носом по асфальту В моих голубых Ботфортах Его охранники Меня тащили Из бара Потому что Его жена Ему приплачивает Чтобы никого Вообще Сразу чтобы убивать Меня спасло Только что Все меня там знают И охранники Мои фанаты Они просто бежали И меня Вырывали Короче Это Ну как бы Это правда жизни Хорошо бы в ней ориентироваться Чтобы потом Ты хотя бы понимала Что происходит И у тебя не произошло Вот этой травмы Типа Что я жертвую Тут все понятно Зашла не в Тудберь Ну как бы Ну Вот не надо Нравиться мужикам Красных баб Поэтому вообще Не очень Не очень надежно Туда Вот Я не захочу туда замуж Там все понятно Не просто замуж Даже любовницей Даже пообедать Вот серьезно говорю Мы с Радой обсуждаем У меня В силу профессии Разный был Как раз социальный опыт Взаимодействия С разными социальными группами В том числе И с Легализовавшимися Вот Такими Красными Так скажем Элементами Которые сейчас Уже там приличные Все По чину Честь По чести Уже есть и статусы И должности Все абсолютно легитимно Уже очень сильный Там Жар Ресурс Так скажем Но все равно И понятия где-то Сохранились И женщины Такие рядом с ними Находятся И как мне Вот в промежуток 20 лет Когда я взаимодействовал По работе То есть ты Делаешь Там какие-то фильмы Какие-то съемки И Как мне хватило ума Это просто Бог хранил Это какая-то чуйка Это все очень соблазнительно Это так привлекательно Выглядит Ты просто Тебя ошарашивает Обездвиживает Вот этим всем подходом Это очень Такая Тестостероновая сфера Среда Очень сложно не поддаться Как мне хватило ума Когда я еще была Не замужем Как раз То есть я была свободная Молодая Это вся Вот это Когда-нибудь Можно будет Ангел-хранитель Тебя сберет Да Вперед ногами Можно иногда Выходить Из таких отношений Ваши типичные Вторники У меня есть Хороший пример Я-то могу Рассказывать Я гуляю По парку Встречаю Подружку Древнюю И мы что-то Разболтались И я такая А ты что тут делаешь Она такая А я работаю В детективном агентстве Теперь У нас такая Интересная работа Она говорит Мне нужно снять Жучок С джипа Поможешь Прикрой меня Она говорит Наш клиент Ходит вот сюда К психотерапевту Кстати он ездил А на джипе Жучок Я говорю Без проблем Она говорит Смотри Чтобы никто не шел Она залазит Под тачку И вот такой Огромный хрин Вытаскивает Кидает в пакетик И уходит Я такая Ни хера себе Они реально существуют Она такая Ну да Я говорю А кто Пользуется услугами Она такая Ну жена его В общем У него появилась Новая любовница И он себя как-то Неадекватно ведет Настолько Что он там В первые какие-то Там промежутки Сразу и тачку подарил И хату Жена занервничала Типа всегда были Потому что всегда были Любовницы Как любовницы Как у людей Да То есть там Ничего явно Серьезного Как бы Никаких конкурентов Так у нее не было И тут Он там Тоже на какую-то Свою сраку Лет заводит Себе любовницу И покупает ей Резко там Квартиру машину Ну жена Заказывает Расследование Выясняется Что эта девочка Раньше работала Личным ассистентом У его заклятого врага Теперь она у него В любовницах Видимо девочка профи Так его охомутала Что ей еще и отсыпали Как бы знаешь Машину эту Жена занервничала Наняла детективов Очевидно Что это недешево И непросто Ну как бы Я ссыкнула Когда мы снимали Эту штуку Выглядело так Что если бы он нас засек То меня бы тоже положили А я просто по парку Мимо Ну как бы Ты там уже не отмажешься И я такая Типа вау А это повседнев То есть она сказала Что в основном Они вот и работают С таким профилем Что внутри семей Типа как бы Конечно семья Но вообще-то Это два Дон Корлеоны Которые знаешь Там капиталы свои Охраняют Ну ненадежная ситуация И я такая Ага Твой мир становится больше Потому что ты видишь Насколько это реально Насколько это в какой-то Вот этой ветке Да Спиралке Повседнев И ничего такого Просто период такой Вот еще раз Потому что Многие девчонки Хотят именно красных парней Вот в нашем курсе Мы рассказываем И про все вот эти опасности И про их ценности И про то Как и почему Легко захотеть Понравиться именно Такому мужчине И не так уж и сложно Вот как раз Пожалуйста Там весь визуал Если ты нарядилась Все самое красивое Прошла где-то Там бедром Плечом повела И все А потом ты будешь Это разгребать Поэтому как понравится Может уже еще Дополнение В названии курса сделать Как понравится Тому мужчине С которым ты сможешь Простроить нормальные Безопасные Длительные Взаимовыгодные Любовные отношения Человеческие Человеческие Да Ссылка в описании К этому видео И возвращаемся К первым Зачаткам Вот интереса К личности К синему Я хочу замуж Да Здесь Я замуж Уже означает Что я человек Я ищу другого человека Потому что в принципе Ты уже Ну как-то освоилась Да У тебя уже плюс-минус Что-то есть И тебе не хочется Не содержать кого-то Кто тебя эмоционально Помладше Не хочется Вот все время Напрягаться Из-за того Что тут какой-то опасный Там перец рядом Тебе не хочется Феерически Бесконечно наряжаться Путешествовать Там и на творк Ну это такая Спокойная Какая-то Человеческая жизнь Не могу сказать Что там отсутствует Социальная Вот эта Да Выгода То есть все равно Там ищут Чтобы он тоже Социально был Очень адекватный Конечно Карьера Есть внутри системы Безусловно Понятно, что она тоже С радостью Чтобы он был Чуть покрепче Чуть получше Но она не будет Терпеть тирана Она не будет терпеть Уже какой-то абьюз Она не будет терпеть Там выскочку Да Которого все время Там нужно подыгрывать Какой он Потрясающий Просто крышесносный И она правда Присматривается К простому человеку Спокойному Который способен На какую-то стабильность И внутреннюю И внешнюю И в отношениях И она ищет Договоренностей Она ищет партнера Когда она говорит Что я хочу замуж Она говорит о долгосрочном чем-то Не то, что смертность Разлучает Но она способна Как бы вкладываться В то, чтобы ему тоже было Тут интересно И это часто Уже без какого-то Гиперперевеса Кто из нас Самый главный Кто из нас Самый крутой Кто из нас Там самый добытчик Это уже такой Знаешь, симбиоз Двух людей Более-менее Симпатичная схема Очень надежная Безопасная Я всегда говорю Если я скажу Я хочу замуж Скорее всего Это будет синее Вот что-то Потому что Ну, наверное В какой-то момент И я туда захочу Потому что это правда Звучит очень Дальносрочно Надежно, да Да, дальносрочно Надежно и приятно Надежно Да, и там нет Какой-то гиперспешки Там никто в агонии Там не пытается Побыстрее, побыстрее Там кольцами обменяться Или побыстрее, побыстрее Давай кого-нибудь нарожаем Или быстрее, быстрее Путешествовать бежим То есть там все равно Ну, вот какое-то спокойствие Ну, ты вообще у нас знаток Да Потому что у тебя был Очень долгий брак С синим мужчиной Да, и по тебе Это было заметно Очень То есть ты всегда Была суперуверена Ты всегда там Муж, замужем Так фундаментально Всегда звучала Совершенно спокойно И очень, как бы, тоже, знаешь Там долгосрочно В будущее, в прошлое Как бы И стиль одежды Да Был другой То есть это Определенное Твое внутреннее состояние Которое ты просто В каждую фразу Которую произносишь Она отражает Это очень приятное Спокойное Не без развития Там и так далее Проживание Эталонное Всем рекомендую Синий замуж Мне очень хорошо Очень, да Вот это уже похоже В моем понимании Похоже на замуж Да Ну, я сейчас Предвосхищаю Вопросы девочек Не все Там могут быть Это нормально Глубоко погружены Там в мою биографию Или А если было так хорошо То почему же вы развелись Или как так Я, зная спиральную динамику Даже общаясь с тобой Все равно Почему я не могла Там предсказать Наше расставание Во-первых, могла И все равно Были процессы Которые красноречиво Для нас с ним Обои говорили Что к расставанию Дело идет И тут вопрос был Не в том Возможно ли сохранить А для чего Сохранять И прочекать наши Вот не на 10 Прошедших лет цели А на 10 следующих И там совершенно Было понятно Что движение Начинается в разные стороны И для него И для меня Это вообще Не то, что неплохо Это хорошо для нас обоих Я абсолютно уверена Мы, будучи счастливыми В этом браке Оба стали еще счастливее Когда этот брак закончился Никто никому не опостыли Он никто никого не ненавидит Понятно, что это травматично Это прям травматично И более того У нас там есть история Что у нас там есть Вот новая жена Теперь уже Там эта молоденькая девочка Это вообще ни разу не обидно Это вот вы поймите Никак не ущемляет Ни женское достоинство Ни человеческое достоинство Это все очень сильно Очевидно Прекрасно Потому что у меня Ну другие устремления Совершенно другие Там перспективы Взгляды И другие задачи Мне очень стали важны Другие задачи Поэтому все молодцы Синий замуж Очень рекомендуем Суперклассно И к вопросу о том Что, кстати, вот я Не сделала У меня был порыв Сделать вот этот курс Я жена Мы даже набрали людей Там ломились на него Это я бы прямо Пару десятков миллионов На нем бы заработала Но я отменила Потому что я правда Настолько быстро Пережила это расставание Тотальное большинство Понятно, почему Мне не верят Говорят, что это невозможно Но когда у тебя есть ответ Почему Ты причинно-следственную связь Понимаешь, что надо Глупо обижаться на дождь То есть очевидно, что Все должно было так быть И ты супербыстро адаптируешься К своей новой жизни И ты понимаешь, что Это же освобождение Для твоих новых Текущих задач То, к чему Каждый из вас Состремился Я не знаю, сколько раз В свою жизнь Я произнесу фразу Что если вы не знаете Спиралку То я вообще не понимаю Что вы делаете На этой планете Мне было суперочевидно Что ты просто Вообще за три дня Все переживешь Потому что я-то понимала В какой ты период уходишь И в какой он собрался Да, потому что ты Достаточно хорошо знала Мы же много общались И лично знакомы Было же видно динамику То есть динамика Это скорость А если вы идете С определенной скоростью То можно стратегировать Было вполне очевидно Что ты просто Летишь в оранжевый Не идешь А летишь в оранжевый И, конечно Ну, блин А там вообще Никто не грустит особо Там все быстро И переживается И находится тоже быстро Мы про это, по-моему, рассказывали Может быть, только в эфире В социальных сетях Это, кстати, будет Как раз сейчас тему Когда мы с ней увиделись То есть это у меня условно Три дня после развода Вот, мы с ней сидим На съемках На съемках Потом в итальянцах Вот на этой шикарной Летней веранде Там, значит, все лето Тут цветы Мы какие-то лимонады пьем Я такая Три дня как развелась Цвету и пахну Я говорю Кстати, я развелась Она такая Интересно, кто Уоле будет следующий муж Вот вся дружеская поддержка Человек, с которым мы дружим Каждой клетушкой Друг к другу проникли И мы вот так вот хохотали Как две кукухи Потому что Ну, всем понятно Что он тут переживает Ура! Ну, я еще раздувала Что, наконец-то, завидная невеста На рынке Еката Ну, ты же, так сказать Бери шире Это, вообще-то, редкость Хорошая невеста Такая же редкость Как и Хороший жених Завидный жених Конечно То есть, я со своего, там, знаешь Вот этого спирального видения Скажу, что, в принципе Вообще всех очень мало И Да, да Если научиться их замечать То Теоретически можно их себе Как бы и Как-то Да, а наш курс с тобой Именно про это Вот я все время к нему возвращаюсь Потому что он на этом И основан Если ты Можешь классифицировать Себя И других Ты точно понимаешь Где произойдет мэч Отдельно нам можно записать курс Где их конкретно В конкретных местах встретить Да Вообще могу рассказать и это Да, это понятно Конечно Ты, зная его ценности Прекрасно можешь его маршруты описать Прямо Вот Если город тебе знаком Условно Москва, Питер, Екатеринбург Мы их знаем Так, ну, места Адреса вам физически назовем Боже, это ж золотое дно Чек-листы продавать будем Маршруты Бежевые, фиолетовые, синенькие С адресами И часами работы заведений Чтобы девочкам вообще не напрягаться Можно еще сказать Во сколько, в принципе Он, скорее всего Там будет В своем расписании Да И как по внешнему виду цифровать Все Рада Мы с тобой обеспечены Еще 400 курсов по спиральной динамике Класс Ну и так вот Возвращаясь к этой ситуации Мы собрали много людей На вот этот курс Не жена Где я хотела поделиться тем Как я пережила развод Потому что был большой запрос на это Я почему отменила И всем вернула обратно деньги Мы все говорили Ты что, больная? Мне до сих пор спрашивают Не жена, как попасть А вот я слышала, был Вот я тогда не разводилась Сейчас развелась Я почему его передумала делать? Потому что я настолько За неделю после развода Не то, что адаптировалась Я жила супер динамично Счастливой, нормальной жизнью Что я поняла Ни за какие деньги Я не готова погружаться Даже в эти смыслы Я не хочу Придут девчонки Травмированные Со сложными ситуациями Они будут мне это рассказывать А ты тоже пережила? Я пережила Я не хочу, чтобы в моем поле это даже было Из-за того, что я как представила Что мне придется Там сопровождение было Четыре или сколько-то Шесть, не помню там эфиров Говорить про разводы чужие Ну нет И все И мы эту задачу сняли Поэтому все, кто тогда условно хотел Все, кто вот в критической ситуации находится У нас есть идея Вы за нашими выпусками следите Мы все-таки хотим Именно через спиральную динамику Чтобы это был не мой частный случай А именно через спиральную динамику Системно рассказать Как пережить расставание Это будет наш следующий курс А пока База спиральной динамики И как понравиться мужчине И продолжить ему нравится Огонь А раньше мы будем рассказывать В этом выпуске давай не будем Не будем Пойдем кушать Ладно Тем, пока Если ты вчера разошелся Не надо сегодня светить Новые пассии Потому что ты сразу обнулишь Весь свой вот этот Предыдущий наработанный Да, имидж Потому что они все мечтают Быть Лерчиком А не Артемчиком Сто процентов Они начали конкурировать Друг с другом Самое ужасное Что с тобой может произойти Это развод Потому что их семья На первом месте Весь остальной мир Это вообще-то враги Если даже у них У таких богатых Красивых Успешных Многодеток А потом не получилось Это все индульгирует Абсолютно все твои ситуации Вообще-то это праздник в обществе Когда вот такая Эталонная фиолетовая пара Расходится Я думаю, что Лерчик уйдет В какую-нибудь очень синюю тему То есть у тебя просто включается Третья скорость ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова